Привет, я Виталик Панчук и сегодня я рассказываю о программировании. Итак, первый человек в программировании это Ада Лавлейс. Она вообще придумала создавать машины, которые как бы можно программировать и считается первым программистом, так как она писала код для этой машины. Она придумала цикл и рабочую ячейку. Ну, а мы поговорим сегодня о программировании. И первый вопрос, есть ли вы в зале программисты? Поднимите руки. Ну да, вот. К сожалению, эта лекция не для вас, вам будет скучно. Но вы можете поискать мои ошибки или упрощение, которое я специально сделал, чтобы это вместилось в 15 минут. И второй вопрос. Если вы ходили в школы на информатику, вы должны знать, вот хотя бы помнить одну из этих трех штук, в зависимости от того, как давно вы были в школе, как внимательно вы слушали преподавателя и насколько он был хорош. Слева это программа для детей, черепашка. Она очень простая. Тут нужно запрограммировать черепашку, чтобы она рисовала какую-то фигуру. Черепашка умеет ходить прямо, поворачивать налево-направо, опускать перо, хвост, который рисует, и поднимать перо. Дальше вот это блок-схема, это схематическое изображение алгоритма, который можно потом закодить на каком-то языке программирования. И, собственно, вот кусочек кода на Паскале — это язык программирования, который устарел 15 лет назад, но его используют до сих пор и в универах, и в школах. И это все — это наглядный пример алгоритма. Но что такое алгоритм? Википедия нам говорит, что это набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достичь этого результата. Но этот исполнитель не обязательно машина. Это может быть человек. И примером алгоритма для человека может быть план эвакуации или даже какой-то рецепт. Но если этот, конечно, рецепт не имеет таких слов, как на глаз, по вкусу, до полуготовности или типа такого, потому что тогда не будет понятно, как это готовить. Вот. Хорошо, но как бы мы не о рецептах, а о программировании. Поэтому, чтобы начать программировать, как ни странно, нужно выбрать язык программирования. Это тема для отдельных холиваров, но по версии Nonayma, я бы рекомендовал такие языки, как Ruby, Python или JavaScript. Просто потому что они достаточно простые, чтобы быстро начать что-нибудь кодить. И, собственно, учиться программировать. И первое, или нулевое, о чем мы сегодня поговорим, это о переменных. Переменные — это данные вашего приложения, вашей программы. И переменные — это такие участки оперативной памяти, которые имеют свое название, свой тип и свое значение. Основные типы данных в большинстве языкового программирования, вот они все есть тут. Давайте разберем, что это такое. Вот здесь — это числа. Вот числа — это целое число, это рациональное число, это строка. Строка — это просто текст. Текст, который можно где-то потом использовать. Строками можно, например, в строки вставлять какие-то другие части. Вот, например, вот здесь мы вставили 5 килограмм яблок, и здесь мы вставили 2,5 килограмма ананасов. Также есть массивы. Массивы — это, по сути, списки. Списки каких-то значений. В данном случае это списки строк. Строки, вы уже знаете, что это такое. Числа тоже вроде знаете, значит, все должно быть просто. Эти списки имеют порядок, значение. Вот здесь нулевой — это получатся яблоки, первый — это получатся ананасы. Если мы сейчас тут еще добавили каких-то фруктов, нумерация шла бы дальше. Дальше есть еще хэши, хэш-таблицы. Они почти то же самое, что массивы, но вместо того, чтобы тут писать номер по порядку, мы просто используем какое-то строковое какое-то значение, которое потом можно будет получить, по нему получить это значение. То есть, например, у нас, если мы берем вес яблок, мы получаем вес 5 килограмм. Если мы получаем, берем вес ананасов, у нас получается 2,5 килограмма. Также очень, чуть ли не основным типом данных есть значение «правда» или «ложь». Это болевое или логическое значение. Это все круто, но это просто данные. А мы как бы программировать собрались, и нам нужно какие-то управляющие конструкции, по сути, поведение нашего приложения. Одним из таких управляющих конструкций есть функции. Функции — это просто запись какого-то кода, который можно повторять бесконечное количество раз, потому что мы знаем ее название. Функции состоят из двух штук. Это объявление функции и это вызов функции. Объявление функции — это название функции, аргументы — это переменные, которые нужно, чтобы выполнить эту функцию. Это тело функции, то есть команды, которые мы будем выполнять, вызывая эту функцию, и результат. То есть это результат сложения двух чисел. И в нас есть вызов функции. Мы просто сюда вклеиваем, суммируем количество наших яблок и количество наших ананасов, и получаем суммарное количество. Также мы 2 плюс 2 суммируем, получаем 4. Путс — это просто встроенная функция языка Ruby, которая позволяет этот аргумент выводить на экран. То есть это, по сути, наш экран. Вроде все понятно. Дальше условия. Условия — это такая управляющая конструкция, без которой, в принципе, язык не язык программирования. Если нет условий, значит, сложно сказать, что ты кодишь. Условия бывают двух типов. Это условия, в которых... В которых есть условия. Если это правда, сделай это. Если неправда, сделай это. То есть вот если он сейчас больше 9 часов и меньше 22, значит, это день. Если нет, это ночь. Другой тип условий — это если это правда, вот сделай эту команду. Если нет, то ничего не делай. Ну, в данном случае, если есть печеньки, то переходи на темную сторону. Если нет, прости. Циклы. Циклы — это фича, которая нам позволяет повторять какую-то команду несколько раз. То есть у нас, например, вот есть 5 раз прозвенел будильник. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Это один тип циклов. А второй — это когда мы не знаем, сколько нам нужно раз повторить этот цикл. То есть вот у нас есть определенное количество денег, у нас есть стоимость бургера, и мы достаточно глупы, не знаем, сколько нужно съесть бургеров, сколько нужно потратить денег, чтобы вот... сколько у нас останется денег, если мы будем постоянно есть бургеры. Вот, допустим, у нас есть стоимость... вот условия пока есть деньги, то есть пока деньги, количество наших денег больше стоимости бургеров, мы едим бургер. Получается, что мы три раза съели бургер, цикл вышел, и вот у нас осталось опять монет. То есть получается 3 на 15 — это 45, плюс 5 — 50. Ну, как бы все круто, но не совсем. У нас есть данные, у нас есть поведение, но реальный мир не состоит с данных и поведения отдельно. Нас окружают объекты. Я объект-человек. Вот объект-осветительная лампа или что это. Это объекты, которые обладают какими-то свойствами. У меня есть имя, количество рук, пальцев, тембр голоса, еще куча свойств. Я также могу делать какие-то действия, выполнять функции. Я могу пройтись, попрыгать, накормить кота. И если бы реальный мир состоял из действий и данных отдельно, тогда мне, допустим, чтобы покормить кота, нужно было сделать такую небивалицу. Мне нужно взять руку, взять корм для кота, взять кота, положить в ящик и назвать это «кормежка кота». Так как этого не происходит, было задумано, как сделать программирование более похожим на реальный мир. Поэтому придумали объектно-ориентированное программирование, которое, по сути, в основе есть классы и объекты. Что такое класс? Класс — это, по сути, описание всех возможных объектов. То есть если я объект, то мой класс — человек. В моем классе описано, что я могу иметь имя, еще куча свойств. И также в моем классе описано, что я могу делать. Это тоже пройтись, попрыгать, покормить кота, вот эти все штуки. А объект — это уже конкретное воплощение этого класса. То есть вот я Виталий Панчук, меня зовут Виталий Панчук, у меня там 20 пальцев, две руки, две ноги. Вот это мои свойства, и вот как бы я могу делать все, что может делать человек. Поэтому я объект класса человек. И для более наглядного примера я написал вот такой кусочек кода, который делает класс фрукт. Фрукт имеет вот такие свойства. Это имя, вес, это цена за килограмм. И также он имеет такие функции, как вот сделать, записать это все в память, посчитать стоимость, это просто умножить вес на цену за килограмм, ну и вывести это просто на экран, в таком вот виде. И это просто класс. А это уже конкретно объект. Вот объект яблоки. Вот мы передаем название яблоки, мы передаем вес 20, мы передаем цена за килограмм полтора и вызываем вот этот 20 килограмм. И вызываем эту функцию и получаем вот такой вывод. Также мы вызываем метод, то есть вызываем еще раз инициализацию объекта, и вот типа называем это ананасами, тоже пишем, что это весит там 15 чего-то там, в данном случае килограмма там, и там стоимость 4,5, и тоже выводим это на экран. В итоге мы получили вроде бы одинаковые строки, вроде бы все одинаково, но по сути это разные сущности. Это яблоки, это ананасы, но все это фрукты. Ну, это все круто, Виталик, но я хочу научиться программировать, что мне делать дальше. Ну, что делать? Брать и учить. Вот брать эту книгу, искать там по учению программирования, языка программирования, вообще по учению программирования на языке, который вам нравится. Причем обычно такие книги называются Learn to Program, там учимся программированием с названием языка программирования. Их не стоит путать с книгами по обучению языка программирования, потому что научиться программировать и выучить язык, это как бы две разницы больших. И в большинстве случаев, если это книга по изучению языка программирования, она подразумевает, что вы уже умеете программировать. Ну, и на самом деле первый язык программирования, выбор первого языка программирования может быть ошибочным. Мой первый язык программирования это тот же Pascal, который был 15 лет назад устаревший. Поэтому, когда вы научитесь разбираться в данных, когда вы научитесь использовать управляющие последовательности, когда вы сможете решать примитивные задачки, типа там посчитать углы треугольника, зная их стороны, тогда можно уже приступать к изучению какого-то определенного языка и программирования как бы углубленно. То есть нет смысла сейчас вообще выбирать первый язык, это просто выбрать что-то, что самое простое, что просто понять основы. И дальше практиковаться. Можно найти сборник задач, там в библиотеке пойти старый советский, там какое-то там олимпиадное программирование, что-то такого. А можно зайти на CodeWars, зарегистрироваться и выбрать один из кучи языков программирования, которые они поставляют, и просто решать там задачки. Задачки можно решать прямо в браузере, там типа встроенный интерпретатор, который будет запускать ваш код и проверять, решили вы задачу или нет. Задачки там тупо простые. Вот как я назвал, там вот есть три стороны треугольника, найти их углы, что-то типа такого. Ну там можно соревноваться в этих задачках. В общем, просто вот рай для человека, который занимается олимпиадным программированием. Но чем бы вы ни занимались в жизни, программить, учиться программировать, это весело. Может, не так для всех, но это реально упрощает жизнь. Не нужно быть особо крутым в программировании, чтобы написать программку, которая будет считать ваш месячный заработок, исходя из вашей почасовой уплаты, допустим. Или, как сделал мой друг, он написал своему отцу программу, которая считает, сколько нужно, каких ингредиентов, чтобы получить алкоголь в нужной крепости. Это по-любому найдет какое-то маленькое, но практическое применение. Если вам не жалко свое времени, учите программирование и будьте счастливы. Спасибо за интересную лекцию. Я с программированием совсем не знаком, и, честно говоря, мне хочется спросить, а почему не клонирует все-таки «Мамонта»? Ну, это шутка. А вообще вопрос у меня состоит в следующем. Возможно ли или уже существует язык, в основе которого лежит украинский вот именно язык? Нет, насчет украинского я не знаю, но есть языки, которые, да, используют кириллицу, используют русские слова для описания этих конструкций. Там вот, допустим, у нас вот есть там вот while, это типа там пока, оно так и пишется пока. Там есть типа if, это если, так и пишется, если вот else, это или, ну, типа в ином случае, ну, так и пишется как-то. На самом деле они не так уж популярны, потому что, во-первых, это кириллица. Люди обычно не пишут кириллица, вот программисты обычно они не пишут кириллицы. А во-вторых, ну вот смотри, вот здесь есть такие символы, куча спецсимволов. И эти спецсимволы, они как бы на английской раскладке клавиатуры. То есть даже если человек пишет на языке, который, ну, как бы имеет кириллические эти вставки, так скажем, эти кириллические условия там и так далее, ему будет тупо неудобно это делать. Ну, это так, ну, не знаю, просто первые, кто начали программировать, это как бы были англоязычные люди, поэтому так и повелось, что... Я вот на самом деле немножко отвечу на предыдущие. Есть языки, но они такие очень-очень локальные, короче, и мы с этим встречались в универе так. Я даже не знаю, для чего он, если честно, был на самом деле написан, назывался он, если я не ошибаюсь, Алго или что-то такое, нашими местными типа программистами, где как раз вот был вот этот весь украинский интерфейс, и всё это было, вот эти все «если» и так далее. Но на самом деле... Нет, он на самом деле просто не особо соотносится. То есть мы использовали это для таких, для простых алгоритмов, типа там вот что-то посчитать. Но на самом деле их просто не воспринимают всерьёз. Есть языки, которые содержат только в себе пробельные символы, там пробел, там знаки табуляции и так далее. Есть языки программирования, которые содержат вот только вот спецсимволы, там знаки уравнений и так далее. Но реально ли на них что-то пишут? Нет, никто на них всерьёз ничего не пишет. Ради забавы, ради прикола вот их и создают. Ну вот для 1С я знаю, там, типа, своя, типа, структура языка, она именно написана на русском. Можно там на русском, на английском вводить, если я не ошибаюсь. Да, вроде да. Ну ещё тоже вот так в контексте. Такой немножко глупый вопрос сейчас, наверное, тоже будет. Как человек, который учил в школе как раз-таки два года Паскаль, эти все языки, они в принципе похожи. То есть они, получается, Паскаль базируется на нём, то есть как бы за основу, потому что, в принципе, какие-то вот условные операторы, они тоже вот такие же, как и так. Нет, понимаешь, вот эти штуки, это вот переменные функции, условия, циклы, классы не всегда, но, в общем, да, вот эти точно переменные функции, условия и циклы. Это всё общее вообще для всего программирования. То есть если этого нет в языке программирования, сложно это вообще назвать языком программирования. И они обычно похожи, да, понятно, что для условия в английском языке есть только одно слово — if. Ну или там ещё case, допустим, да. Но вот как бы представь себе, что бы было, если бы каждый язык программирования хотел как-то выделиться, и там вместо if они бы писали там, не знаю, там… in some case, вот, типа, вот зачем? Если все люди, я так понимаю, что это значит if. Спасибо за краткий экскурс эти в основы программирования. Ну, просто интересно, вот выучили мы синтаксис, выучили мы там построение классов типа объектов. Что вот между этим этапом, короче, и первым реальным проектом, короче, лежит? Ну, между этим этапом и первым реальным проектом на самом деле лежит ничего. То есть если вы уже это как-то прошли, вот это всё, и там уже как-то, там, не знаю, успели даже попрактиковаться, то вам уже пора пытаться что-то самому написать. Ну, это часть обучения, без этого никак. Если вы не умеете писать приложение, значит, вы не программист. А если вы не пис… ну, типа, если вы даже не пытаетесь этого делать, ну, тогда зачем это всё? Нет, просто как пример были приведены простые, короче, типа, задачки, ну, как бы для практикования, ну, тот же коды варс, правильно? Ну, а как-то более какой-то тренинговый, простой, типа, какой-то макет, там, фреймворк и что-то ещё. Что делают обычно программисты? Ну, что делают обычно люди, которые хотят стать программистами? Они начинают копировать то, что есть. Они пилят свои инстаграмы, они делают свои приложения, какие-то там калькуляторы. В общем, всё, что уже сто пятьсот раз изобрели, они просто переписывают заново, чтобы научиться это делать. Это то же самое, что с велосипедом. Чтобы научиться кататься на велосипеде, нужно просто кататься на велосипеде. Таня, спасибо. Вопрос. А какой лично ваш проект, который можно гордиться? Мой проект, который могу гордиться? Ну, на самом деле, есть такой проект, но пока я не могу рассказывать о нём ничего. Но могу только сказать, что это стартап из Майами, над которым я работаю сейчас. Вот, как вариант развития программирования, очень часто говорят про блоки, уже готовые в интерпретаторах, когда человек только начинает программировать. Насколько это перспективно и действительно это способствует твоему навчанию, когда ты уже готовые блоки вставляешь и как бы уже кодишь? Ну, так понимаешь, весь кодинг состоит из готовых блоков. То есть, мы же не пишем там машинный код, не пишем нули и единицы, чтобы запустить что-то. Это ты понимаешь, это основа самого интерпретатора. Но когда ты вместо того, чтобы сам цикл строить, ты вставляешь уже готовый и просто добавляешь что-то, коррекция и все. Або, может, просто выбираешь между двумя векнами, то бы интерпретатор просто пропонует два варианта цикла. Ну, не знаю. Возможно, это, ну, то есть, если есть реальные проекты, которые пытаются так научить программирование, то почему нет? Ну, типа, одним людям помогает читать книги, другим там смотреть какие-то видосы, какие-то курсы. Если есть люди, которые реально обучаются на том, что они выбирают из двух вариантов кода правильный, ну, пусть это делают. Я не знаю. У меня нет такого опыта. Дивите, на рахунок программирования я бы хотел трохи глобальнейшее питание задать, потому что, если мы говорим про научиться программировать, то мы уже, по суті, программировать умеем. Все ставим будильник, мобилцы, это, ну, також своего рода программирование, поэтому оно стоит такими блоками. Но есть, кстати, такие, ну, трохи глобальнейшие речи, например, может, там читали «Эфект Мандели», так? Когда люди там в какие-то моменты понимают, что факт, который они знают все життя, ну, есть трохи иначе, и тогда появилась такая история с квантовым компьютером, так, когда, значит, программирование, загалом каких-то таких информационных великих блоков, и выходить просто момент в том, что сведомость человека в певный момент изменяет. Тогда скандал был с девайпом, такими, как бы, компьютерами. И есть еще, до речи, очень популярная течия, так, ну, на рахунок программирования, что за годы 10, про это говорит Илон Маск, Тесла, значит, наш свит прийдет до того, что мы сможем спрограммировать такий самый свит, в котором мы живем. Тобто, он будет жить, как бы, в программном коде, и говорится про то, что есть один шанс из миллиона, что мы сейчас не живем в таком виртуальном мире, так. Ну, и таке, как-то, загальненное вопрос, что вы будете делать, когда проснетесь, и понимаете, что на ваших ногах всегда было 18 пальцев. Ну, так, по-перше, с матрицей. Насправді, так, така вероятность есть, но вы представляете, сколько потребно программистов, чтобы закодить такую вещь? Это явно больше, чем живет людей в мире. Это, по-перше. По-друге, да, допустим, что это не человек закодила, это мы сделали нейронную сетку, которая сама разобралась, которая сделала полностью искусственный интеллект, который умеет так сделать, который умеет сделать матрицу. Он сам до этого додумался, сам сделал. Для чего это? Какое использование этой штуки? То есть, если мы берем какие-то моделирования тех же ядерных вибухов, это даёт нам какой-то профит. Если мы берем моделирование тех же самых геномов, это тоже даёт нам профит. Что нам даёт моделирование всего света? Мы хотели в GTA. Да, это профит в GTA, ну, как в суспільстве. Там проблематика в том, что мы не впевнены, что настоящий свет такой. То есть, герой GTA, он не знает, что он герой GTA. Ну, так. Ну, так. Ну, не можно сравнивать весь свет с одной игрой, потому что это всё-таки... Поиграть в блога. Да, это всё... Причины можно найти миллион, на самом деле. Да, ну, если... Какой-то штучный интеллект там вбьёт всех людей, а потом вирішить сделать модуляцию, которая бы их отродила, возможно, такое может быть. По поводу того, что будет, если я проснусь и побачу, что у меня 18 пальцев, ну, мабуть, я очень разочаруюсь, но если я буду думать, что я всю жизнь у меня 18 пальцев, то ничего страшного. У англійцов уже, в принципе, они не вважают даже великими пальцами, но их всего 8 пальцев. И пальцы на ногах тоже для них не пальцы, то есть они, в принципе, не считают. Поэтому по факту у них всего 8 пальцев. Ну, это трудности перевода. Ну, не 16, пальцы на ногах тоже не пальцы. То есть пальцы только вот эти 4, ну, 8. Они проснулись. Они не платят уже. Спасибо.